Из невесты в заложнице, из невесты в заложница Махачкалинка ехала на свадьбу, а оказалась среди боевиков. Коммерсант от 17 апреля 2019 года, 2059. Как стало известно твердый знак, прокуратура Дагестана направила на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд, СКОВС, Уголовное дело 24-летней Махачкалинки Миязад Киталаевой, которая обвиняется в том, что добровольно вступила в незаконное вооруженное формирование НВФ, участвовала в разбойном нападении и похищении людей, охраняла базу боевиков, информировала членов банды о передвижении силовиков. Следователи полагают, что Киталаева была активным участником диверсионно-террористической группы Южная вплоть до момента своего задержания в июне 2018 года. Обвиняемая отрицает свою причастность к преступлениям, утверждая, что сама стала заложницей боевиков. Заместитель прокурора Республики Дагестан утвердил обвинительное заключение по уголовному делу уроженки Махачкалыми и осадки Киталаевой. Ей инкриминируются преступления, совершенные по Че. 2 статья 208, Че. 2 статья 209, Че. 2 статья 210, Че. 2 статья 205.5, Че. 4 статья 162, Че. 3 статья 126 и Че. 3 статья 222 АУК РФ, участие в НВФ, банде, разбое, похищении человека и других преступлениях. По версии следствия, в начале 2016 года Мия Садки Талаева, поддавшись на уговоры участника незаконного вооруженного формирования Магомедова, добровольно вступила в диверсионно-террористическую группу Южная, которая являлась дагестанским подразделением запрещенного в России исламского государства. Бандой с 2011 года руководил боевик Гасан Абдулаев, Амир Абу-Ясир. Он распределял роли каждого члена группы, следователям известно более 50 ее участников, среди рядовых исполнителей числилась и Киталаева. В обязанности Махачкаленке, как считает следствие, входило обустройство и охрана блиндажа, база боевиков, расположенной в лесу, где они занимались спецподготовкой, а также чистка оружия и своевременное предупреждение террористов о появлении силовиков. Обвиняемой вменяется и непосредственное участие в разбойном нападении на семью Гаджи Курбановых, проживающих в селе Джулита Басаранского района Дагестана. Следствием установлено, что вечером 14 февраля 2016 года несколько участников Южной, среди которых была и Киталаева, вооружившись пистолетами, по заранее разработанному плану напали на домовладение Гаджи Курбановых, чтобы похитить деньги, драгоценности и автомобиль марки «Шевро Ленива». Бандиты захватили с собой главу семейства и его зятя, однако вынуждены были выкинуть их по дороге, скрываясь от полицейской погони в лесу. В июне 2018 года Киталаева была задержана правоохранителями по подозрению к причастности к диверсионной группе террористов. О ее участии сообщили арестованные ранее другие члены банды, которые возмущались решением Амира допустить женщину в группу. На первых допросах Киталаева подтвердила следователем, что участвовала в февральском нападении в селе Джули. Затем обвиняемая, по словам ее адвоката Селима Амагомедова, рассказала следователем, что познакомилась через интернет с молодым человеком, который вскоре предложил ей выйти за него замуж. Она согласилась и поехала к нему навстречу, однако, после встречи недалеко от Дербента, он повез ее не к себе домой в селение, а в лес. Адвокат пояснил, что боевики вынуждены держали Киталаеву в заложниках, чтобы она не смогла рассказать о планирующемся разбойном нападении. После совершенного разбоя бандита отпустили Киталаеву домой и поменяли место дислокации в лесу. Она вернулась к родителям и жила эти два года с семьей, ухаживая за старшим братом, у которого последняя стадия рака, сообщил твердый знак Селим Магомедов. Судебное заседание по делу Мии осадки Киталаевой запланировано на 14 мая. Как ранее сообщал твердый знак, главарь Южных Гассен Абдулаев и его 10 подельников были ликвидированы в июне 2016 года недалеко от блиндажа, оборудованного в лесу на границе Тебасаранского и Дербентского районов. Насчет Уабуэсира и его подручных, обстрел посетителей крепости на рынке Кала в декабре 2015 года в Дербенте. В результате один человек погиб, еще 11 получили ранения, взрыв машины, начиненной взрывчаткой. На Джемикетском посту, тогда погибли двое полицейских, а 18 человек получили ранения. Бандой был подорван полицейский автомобиль у села Сертич Тебасаранского района. В результате погиб сотрудник МВД Олег Горяев, Ростов-на-Дону.